Комментарии требуются лишь человеку и лишь для добавления заметок, предложений и посланий из прошлого в будущее, кому угодно, кто будет считать этот код. Однако есть способы уменьшить потребность в комментариях. Мы можем использовать определенные методы кодирования для уточнения нашего кода, просто используя преимущество языка программирования в наших интересах. Джава скрыт 3 способа указать комментарии в коде. Уроки про комментарии, про виды и правила, как делать их не надо и как делать их правильно. Джава скрыт 3 способа указать комментарии в коде, какие именно и как их делать, узнаешь в этом уроке. Для кого предназначен, для людей консоль интертенция, для работы майни разрыв, ты запомнил такие правила. Комментируй свой код, не муди, чем проще, тем легче перейти, лаконичай комменты свой, пиши, зариск птуху от души. Комментарии, что такое? Джава скрипт есть несколько способов указать комментарии в коде. Порой, при написании кода, вам необходимо будет снабдить его пояснениями, предназначенными только для людей, а не для компьютера. Возможно, это будет некое постание к себе из прошлого, к будущему мне, по поводу той или иной вещи в программном коде. А может, это будет просто указание, что запустить нужно лишь такую-то часть кода, а прочее надлежит опустить. В подобном случае, вам необходимо будет прибегнуть к помощи комментариев. Комментарии используются для добавления подсказок, заметок, предложений или предупреждений. Они могут упростить чтение и понимание кода. Также они могут быть использованы для предотвращения выполнения кода. Этот прием практикуется при отладке кода. В джава скрипт есть несколько способов указать комментарии в коде. Из этого слайда можно понять, что комментарии требуются лишь человеку и лишь для добавления заметок, предложений и посланий из прошлого в будущее, кому угодно, кто будет считать этот код. Однострочный комментарий. Первый способ указать комментарий в коде – это два слэша и надпись пояснения. В этом случае весь текст в строке после двойного слэша будет комментарием. Когда интерпретатор видит два слэша подряд, он сразу понимает, что все, что идет далее до конца строки, можно смело проигнорировать. Пока не обращайте внимания на синтексис кода, с ним мы детально познакомимся чуть позже. Указываем два слэша и пишем комментарий в коду. Итак, сейчас мы продемонстрируем, как делается этот код. Ой, комментарий. Итак, все мы стираем. Многострочный комментарий. Второй способ указать комментарий в коде – это слэш, звездочка, звездочка слэш. Такой способ более гибок, чем первый. Как только интерпретатор видит слэш, звездочка, он думает, ага, значит, пока я не вижу звездочка слэш, то могу ни на что здесь не обращать никакого внимания. Например, вы можете использовать его в одной строке. Вот, собственно, пример. Либо вы можете сделать многострочный комментарий, как показано здесь. Ну, джава. Не знаю почему, но джава. Все. У нас есть комментарий в одной строке. Или же многострочный комментарий. Итак, сейчас у нас будет многострочный комментарий. Зачем я написал hello? Слэш, звездочка, как обычно. Hello world. Звездочка, слэш. У нас получился многострочный комментарий. И третий способ комментирования посреди кода. Также, если пожелаете, то вы можете использовать такое комментирование посреди строки кода. Хотя это может ухудшить читабельность кода. Ну, тут все то же самое. Только посреди кода. Что-то новенькое. Ну, что угодно. Например, опять hello. Я однообразный человек. Итак. Вот у нас получился комментарий посреди кода. Однако, есть способы уменьшить потребность в комментариях. Мы можем использовать определенные методы кодирования для уточнения нашего кода, просто используя преимущества языка программирования в наших интересах. Это не только облегчает понимание нашего кода, но и помогает улучшить общий дизайн программы. Этот тип кода часто называют самодокументированием. Это значит, что код надо писать так, чтобы, во-первых, с ним в будущем было удобно работать другим программистам, включая его авторам. А, во-вторых, с учетом возможности расширения этого кода. Итак. Продолжаем. Итак, перейдем к вопросам. Оу, а у нас же есть телеграм-бот. А вы не знали? А я знал. Итак, начинаем. Какой звук-то прикольный. Какой URL необходимо ввести в адресную строку Chrome, чтобы открыть полностью пустую вкладку браузера? About blank. Да, кстати, начинаем мы с вопросов по теме Hello World, потому что, думаю, человек, который рассказывает вторую тему в седьмой раз, это человек неглупый. Относительно. Какое сочетание клавиш открывает консоль в Chrome? Ctrl-Shift-J. Что означает символ плюс при выполнении математических операций в JavaScript? Сложение. Каким символом обозначается операция умножения? Звездочкой. Каким же еще? Что означает символ слэш при выполнении математических операций в JavaScript? Деление. На ноль. Для кого предназначены комментарии? Для... ой, для человека. Для чего используются комментарии? Конечно же, для добавления подсказок, заметок и предложений. О! Прогрузилась. Тихо. Какого способа указания комментария в коде JavaScript не существует? Первого способа. Как отключить любое количество строк кода? Обернуть код в комментарии. Интерпретатор JavaScript игнорирует любые найденные комментарии. Какой символ обозначает однострочный комментарий? Двойной слэш. Мы это только что прошли. Какие символы необходимо ввести, чтобы начать комментарий блока? Слэш. Звездочка. Какой термин относится к коду, который имеет полезные имена переменных и описательных имен функций, чтобы разработчику было легко понять цель кода, когда он его читает без особой надобности в пояснительных комментариях? Самодокументирование. Это был последний вопрос. Думаю, с нашими зрителями пора прощаться. До свидания. Хорошего дня. Идите пейте чай. И вы тоже идите пейте чай. Но с сахаром. И печеньками. Приятного аппетита. Все. До свидания. С комментированием кода все, и прозвучал звонок на перемену. Субтитры создавал DimaTorzok Джона Скрит Кэм. Джон Скрит Кэм.